Так, приветствую всех на стриме, я сегодня буду проходить вторую часть замечательной игры, Валент Кёрт, игра про людей во время Первой мировой войны. Так, сейчас я открою. Первая часть я проходил, она мне очень понравилась, и надеюсь, вторая часть также будет очень интересной. Милосаргонское наступление, Франция, 26 сентября 1918 год. Есть некоторые микрофризы из этого эмулятора, но остальное вроде нормально. Продолжение следует... Нет. Последние три года войны не пощадили ни одной из сторон. Тяжелые бои продолжают идти на суше, на море и в воздухе. Они уносят множество жизней и калечат еще больше душ. До сих пор Соединенные Штаты сохраняли нейтралитет, но растущее экономическое давление и развязанная Германия, неограниченная подводная война, в конце концов, принудили их к действиям. 6 апреля 1917 года США объявляют войну к Германии. Через несколько месяцев после объявления войны США начали первую свою историю всеобщую мобилизацию. Несмотря на родственную сегрегацию, 360 тысяч отважных аварийамеканцев вступили в армию из любви к родине и в надежде вернуться домой героями. Среди них был и Джеймс. Я так понимаю, с Джеймс как раз мы играем. Глава 1. На фронт. Дорогой мой брат Джеймс, надеюсь, с тобой все хорошо и работа на пристани не слишком изнуляет. Новости о тебе и о доме помогают лечься от мыслей на фронте. Мы застряли в окопах в грязи, окруженной крысами и мертвецами. И даже голову боимся поднять. Я хочу, чтобы ты кое-что вынес из моего письма. Держись подальше от этого безумия. Ты всюду следовал со мной с тех пор, как мы были детьми. Но не приезжай сюда, Джеймс. Здесь нет ничего, кроме горя и смерти. Оставайся домом в безопасности, Фредди. Так. Или Фредди? Получается, за Фредди. Фредди. Опа. Приехали. Тренировочный лагерь в США, 16 июля, 1918 год. Что это у меня дудочка. Так. Фекунду. так 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 x x вступление сша первую мировую войну закона воинской повинности призыв сегрегация 15 полк 865 году фримиканцам прежний отвергались дискриминации грега спроводили с помощью законов известны как черные кодекс они принимались путем голосования на уровне штата или округа и ограничили а фримиканцев правах белый квадратик черный квадратик но и пускают меня ой чё такое повестка повестку заполняли вербовщики в армии сша во время первой мировой войны в американская армия после была сегрегация а в м сша фримиканцу набирали вовсе вовсе у повестки открывали отрывали не левый нижний угол чтобы означать призывник амифрами колец а нет металл берем чего такой грустный оп-оп-оп давай 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 прыжок бум руж вот у них граната у меня кирпичи какие-то тайт нашивка с гремучей змеёй 8 апреля 1917 года 15 полк национальной гвардии выбрал гремучую змею в качестве отличительного знака их девизом была фраза не наступай на меня черт возьми пойдем . ручка отмету и когда 15 полк национальной гвардии нью-йорка начал набирать и обучать людей на 1250 человек было только 250 винтов поэтому новобранцы тренировать с помощью метла вещами а с метла вещами и даже маршировали с ними по улицам как только полк официально включили в состав армии сша и наконец-то выдали такую же экипировку и наконец-то были такую же кипров у меня попав чистить и чистить Чисти, чисти. Дорогой Фредди, как приятно получить от тебя весточку. Не хочу тебя разочаровывать, но кажется, я снова иду по твоим стопам. Сейчас я официально служу в 15-м Национальной Гвардии Нью-Йорка. Старом добром 15-м, как говорится. Мы уже прошли обучение и отправляемся на фронт. Отплываем от Франции из Нью-Йорка, чтобы помочь нам вам выиграть в войну. Не бойся за мое благополучие, я и сам могу о себе позаботиться. Твой младший брат, Джеймс. 9 апреля 1917 года, хребет Вимми, занятый немцем в самом начале войны. Природную крепость никто так и не смог покорить. Попытки прорвать немецкую оборону пехоте приказали объединить силы с Королевским летным корпусом Британии. Перед атакой солдатам дали время Написать письма родным и близким. Что такое? А, теперь я за него играю. Все нормально? Что тут происходит? После внезапного приземления Джорджа, Фредди выяснил, что его часть примет участие в военной операции. А напарниками будет странноватый британский пилот без самолета. Теперь я за него играю. Летное поле неподалеку от Вимми. 9 апреля 1918 год. Авиация в самолете в начале войны. Авиация еще не была отдельным видом вооруженных сил. Ее потребность в ней появилась уже в разгар боевых действий. Постоянно преимущество в воздухе не могла добиться ни одной из сторон. С меня хватит до черта войны. Подкрепление смогли переломить ход битвы. Но я надеюсь, что ни одна живая душа больше не пострадает. Особенно Джеймс. Я люблю его и знаю, что эта война его сломает. Как говорил Эмиль, семья важнее всего. Нужно защищать ее изо всех сил. Мне так жаль, что я потерял тебя на этой проклятой войне. Я все исправлю. Ради тебя и ради нашей страны. Я годами наблюдал за твоими запрещенными полетами. Знаю, однажды я смогу так же. Это у меня в крови. Время двигаться дальше. Я не брошу авиацию. Обещаю, ты будешь мной гордиться. Сейчас, секунду. Что у нас тут есть? Нельзя. Стой, 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 стой. Что это такое? флеша ты самолет сбрасывал эти дротики над вражескими копами длина флеша составляла 10 сантиметров а весили они около 60 грамм такие дротики пробивали пробивали каски черепа ничего себе что у меня самолет дадут мотор пропеллер и колес и тематика должен принести а как взять чем не паук что это роза а красный маг 1921 году макс стал символ памяти жертв первой мировой войны это произошло благодаря стихотворения на полях фландрии написан джоном макреем там тоже что-то лежит шарф пилот во время первой мировой войны кабины у всех самолетов были открытыми чтобы не замерзли очки носили кожаные куртки шелковые шарф шарфы другой ангар а как это у нас такое медаль значок ввс великобритании пилоты королевского летнего корпуса прикрепил такие значки к своим фуражкам пресс романтизировал образ летчика рыцарей парящих высоко в небе над окопками привет руслан это что это колеса что за фотка про 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 как не туда забраться снова полк бросок пропеллер ура теперь двигатель и как он идет пила большая поперечная пила в семнадцатом году канадским солдатам нужно было подготовить под полем боя перед битве на хребте виме они спилили деревья кустарники затем строили дороги копали танше и укладывали железнодорожные рельсы по которым на фронт при поставлялись припасы мне его как-то закрепить надо да ну как пока непонятно нету штуку тащить а нельзя все нашли нет как быть мне лестницу нужно нет не светится как может поговорить с ним ну вот лестница стоит как мне взять нет нет я ж все взял по сути мне сейчас лестницу как-то взять надо как мне взять лестницу а гениально гениально во первых берем все схватил и теперь сюда пойдем отлично держи самолет лестницу и лестницу с и ну и как его должен поймать ну и Летим? Сейчас уворачивать надо будет А я все время ушел, а уж не показывает Ой-ой-ой Чужий самолет Ну пока легко Ой-ой-ой В смысле? А че я не атакую? Нет Воздушный шар Бомба Еще Это они прям под музыку сделали, прикольно Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как много загрузок? Дорогой Фредди, мы уже плывем во Францию Это наше первое ночь на корабле Не волнуйся, мы все готовы Кстати о моих попутчиках Мне повезло Я в хорошей компании У нас тут есть Лен со своим барабаном и палочкой Джек Хэрис, врач из Чикаго И Джоуи Брас из Гарлема Который играет на Баншо Еще Пауэр Калдуэлл Ему бледно нужно успеть есть Прежде чем их увидит Качик Джонсон Парень хороший, но столько и ест Ну, мне пора Скоро репетиция Я в джазе, без кларинета никуда Береги себя Скоро увидимся Твой брат Джеймс Дум 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 Подожму 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 Во время путешествия в Атлантике Они встретили немецкую подлодку Ю-155 Поле боя оказалось ближе, чем они думали Когда пока Хантас прибыла На месте сражения ее заметил Эрнст И же тут переход между субтитрами Это вообще 18 месяцев Месяцами ранней воды Ютландии 31 мая 1916 год Война на тушу Вязала в окопах Ни союзники Ни центральные державы Не добились значительных успехов Однако на море С союзным войскам Удалось заблокировать Германский флот Эрнст Который хотел Держаться подальше От войны Нашел уединение В мастерских глубинах Здесь, под водой Он искал материалы Чтобы заработать на жизнь В мастерских глубины северное море моем и море ты спирама и тащится 16 год так секунду а мне вообще нравятся эти песни в меню так ну давайте продолжим поехали что-то микс эрнс мне нравится здесь в тишине искать разные мелкие предметы иногда я так увлекаю что забываю ты больше не поднимешься мне я так увлекаю что забываю ты больше не поднимешь меня наверх вот наш лодку как бы то ни было я хочу завершить совершить еще одно погружение утром надеюсь вода будет поспокойнее море в последнее время волнуется чуть не понял иногда я отвлекаюсь что забывает ты больше не поднимешь меня наверху лодку кому-то обращаясь видим на что мы здесь ищем корабль ого титаник сокровище нашел они выход завален ой ого титаник ого титаник проект рычаг там внизу что-то валяется рычаг и и и и и и и и и отлично нам наверх а он зачем-то не свет зачем я вниз он что-то еще решит все приехали толкай да куда толкай а вот давайте я не могу пропагандистский флокат про подвод в первом бою с участием подводной лодки ю9 сейчас был потоплен три крейсера составе императорских военно-морских сил германии насчитывал всего 28 подводок а нужно было гораздо больше чтобы убедить общество пожертвовать деньги на военные цели и строительство новых судов правительство задействовало пропаганду нет что-то у нас еще пол но и но и и и а и и и и и и и и нет нет я подожди 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 я набрал я хочу взять тот шлем шлем как он называется не помню ура шлем от гидр костюм этот шлем входил состав 1 1 из первых гидр костюмов которым не нужен блоки сорода насос на поверхность производитель германская фирма трейдер пера проходит на рынке оборудование автономного прогружения место кислорода насоса в этом гидро костюме имелась конец с сжиженным газом это предшественница современных баллон или дайвинга избавляла водолазов с шланга входящих на поверхность удобно это вот то что у него на груди видим носит ой так но мне не выбраться на защите прыжок так на тебя наверх дверь открываем на прыгай рояль секстант во время первой мировой войны моряки выстраивали маршруты по картам звездами на 7 нам ориентиром и не пользуюсь секстантами чтобы смирить расстояние между разными точками и вы чувствуете свое местоположение камин зачем здесь камин как он через трубу эту большую интересно а вот он печь на свечи ух ты это хрень называется нет тонет твою чем-то падает быстро кого-то и не воде ты чё поднимай его чё это немцы а мяки сурат кончается да нет царя мяки с 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 м что это там падает девич ай-ой мяки с Попали, попали Попали Капитан Это капитан Просто матрос Соус, соус А чего они не помогают? Сомат 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 сейчас сейчас помогу подожди нет никого давай 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 стреляют бах я ланчик скрипка дай волка достигают на эрнест понял что война сильнее его желание расстроен одинокий он замерзал холодных аютлантит ютландских водов эрнст антон застрявший на месте ютландских сражений чувствовал что начинает забивать к счастью ему на помощь пришли матросы с торговой подводной лодки германии они не только спустил эрнест в жизнь но и собрали его с собой у них эрнст нашел свою собрать в подуху в компанию он был как дома но даже дома человек страдает от тяжести груза на плечах неподалеку от бальти мора что же идем вниз спускаемся что там на x а не открывается вот подлодки транспортировка войск по морю маскировка два предмета ключ гаечный ключ механика военно-морского плота используя гаечные ключи чтобы ремонтировать дизельные двигатели их назвали в честь изобретателю рудольфа дизеля который запонизал первый такой двигатель в конце 19 века а у него же дневник есть нашу лодку потопили эрих это проклятая война собрала нашу лодку она была единственным что у меня от тебя осталось если там если бы того подлодка не достала меня из подвод из воды я бы нашел вечно покойный для морской маска вместе с остальными несчастными не думаю что что-то может поднять настроение нам моряки из экипажа хороший ребята они меня а что а вот они мне даже смешили впервые задолго время я не хочу быть в одиночестве труба две трубы нет вот она отлично теперь крути путем обратную сторону молодец единая лестница направо что это диско-шар окуляры перископа важная деталь перископ свода с подводной лодкой с помощью окуляра можно наблюдать за тем что происходит на поверхности когда подводка находится под водой а что мне сделать налево капитан не надо в кляр посмотреть бин как называется в 1916 год США еще не вступили в войну а значит могли торговать с германией но смотря на морскую авокадо многочисленные торговые подлодки вроде германия свободно передвигаясь по морю и но тут и и и и учат еще до участия войне работа на пристани женщин съедился под лодки что бандиты плита нет вот гады нет инструментов инструменты есть отвертка конечно есть и там есть отверка у него есть погнали ищем его это у нас кухня дай мне трубка трубка на отвертку около черепа а череп это где-то там правда родители телеграф благодаря новым технологиям станут ступного возможно посылать или грамм бесплатно проводов подводной лодки и некоторые самолеты были оснащены тикань телеграфами могли передавать сообщение на большие расстояния а я не кота вниз так привет вот пошел снова вверх давай отвертку спасибо все идем джеймса держи спасибо ключ ключ у повара как он газовый да он газа называется повар свинью достать надо это вентиль потом он что-то попросит все да финя спасена давай сюда ключ Молодец! Гот! Ва-ви! Ура! Наконец-то! Джеймс! Потерял бедный кларонет. Вау, у него есть кларонет. Вау! Ммм, кларонет. Музыка. Не хочет ли он играть музыку на подокте? Да. Ах! 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 Нет! Ах! Нет! Ах! .. Лень. Ах! Она просто кв thick. и Дорогой Фредди, я рад слышать, что у тебя все хорошо. Надеюсь, я тебя не расстрою. Недавно я познакомился с немцами, у нас только общего. Эрнст оказался отличным музыкантом. Я горжусь нашей дружбой. Мы обещали друг другу, что после войны мы снова сыграем вместе. Я намерен исполнить это обещание. Дорогой Фредди, Джеймс. Но их радость прервал приказ императорских военно-морских сил. Эрнст, единственная гажетанина Германии, на борту мобилизовали. Как и подлодку. Опять закрутка. Загрузка. 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 Как он постарел-то. Все за год. потолстел постарел швелись отныне по приказу кайзер германии должна была услышать военные конвои фантастическом океане пока хонтос эрнста перед трудным выбором подорвать пока хонтос и убить друга или нарушить приказ что грозил смерти ему самого он выбрал спасти друга но знал вскоре ему снова прикажет убивать искалеченный душ 1917 госпиталь сент-мену мину доктора медсестры не жалея себя доктора пытались подолтать сраненные тела и души анна бельгийская медсестра каждый день сражалась за жизнь солдат しょう погоди как dictator о кто о о о о об о о о о о о о о ладно я на этом думаю закончу скорее всего возможно на следующем стриме я продолжу играть в эту игру спасибо всем просмотр увидимся в следующий раз пока